Как говорил Карлсон, в известном мультфильме, продолжим разговор. До Карлсона сегодня еще доберемся. Я, кстати, хотел сказать, у меня руководство одного радиоканала просило сделать этот анонс. Ну, наверное, это правильно, потому что это про себя любимого. Завтра, я не знаю, где это радио искать, в интернете оно наверняка есть, причем даже в видеорежиме, Медиаматрикс. Там будет в 17.00 целая часовая программа, программа такая специализированная, она называется «Школа здорового голоса» с Екатериной Осипенко. Это Екатерина Владимировна Осипенко, это замечательный фониатор, есть такие вот доктора специальные для голоса. Ну, это главный фониатор страны российской, по должности, по тому, что она делает. Это будет, не знаю, я пока не знаю, что это за веселое мероприятие. Меня туда пригласили в прямой эфир поговорить о командном голосе. Программа про голос. Я пока не представляю, как я буду отвечать на какие-то вопросы, как формировать командный голос, и так далее, когда у меня иногда с голосом проблемы. Вот, ну, в общем-то, как бы, если кому-то будет немы, можете зайти ко мне на страничку в Facebook, там есть эта ссылка. Я думаю, что там будет понятно, где это все искать. Так. Это я спою. Гравюрный. Ну, летчики знают, что такое гравюрный. Да! Да! Нет, это тоже фрукт, конечно. Да, передали привет мне Николая Федоровича Гаврилова. Я горжусь этой дружбой с героем России, генерал-лейтенантом, который более 10 лет командовал авиацией ФСБ. Он, к сожалению, не смог сюда приехать. Так. Дети пишут. Ну, понятно, что они просят то же самое, что и взорвота. Ну, ладно, поехали. Можно по земле ходить и не споря, и полечитая километры. Ну, а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега. Хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себе, страсту и небо. В небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь в парах штопор загоняет виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет. Стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает. Небеса с землей перевернутся. Возмущенный воздух, хоть болтаю. Главное, мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть томат повиснет на полгода. С лекотами в дождь я не тоскую и летаю даже в непогоду. Я ведь авиатор, я рискую. Я потом на свете все докраю. Замкновения те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Так, ну это вот по запискам. То, что это даже красивое. Хочу приветить самого у Юки-Палки. Ну да, мы сейчас говоримся. Ему тоже привет. Родные коллеги с Антабой брали интервью. В том числе, как-то вопрос был про то, как приходится летать, на чем-то, где-то. И какие ощущения при этом. У меня почему-то, ну я не знаю, каких-то ощущений. Я и сказал, что для меня самое главное, что вот летишь с друзьями. А как правило, мы работаем в своей программе. Вот опять же вот Сележа Кузнецов сидит. Мы с ним нередко летали на вертолетах, на самолетах. В нашей программе смотрят, как правило, опять же, это летчики, те, которых мы очень хорошо знаем. Здесь в зале они есть. И это большое удовольствие, или, как сказать, там не думаешь о том, что ты летишь. Ты думаешь о том, что ты летишь с другом, и ты ему доверяешь. Вот. Есть у меня один знакомый очень, не то что знакомый, а действительно друг. Дима, привет тебе! Мы однажды познакомились, это была очень такая веселая история. Мы полетели, ну фактически на войну, наверное, когда грузинские события были. В это время закрывалась граница с Абхазией. И мы на ИГУ 76-м авиации ФСБР, вот, прилетели в Сухуми, разгружаемся, там, в госпиталь медицинных катастроф, значит, и оператора по странам там бегают. А у меня традиция, экипажу, которого я не знаю, я все время подписываю диск. Я смотрю, тут номер борта, пишу, экипажу борта номер там такой, от автора. А они тоже, ребята, очень, ну, они туда прилетели, им дальше, там все очень, ну, очень быстро и напряженно в то время. Я поднимаюсь туда, с другой стороны, потому что рампа открыта. Смотрю, они там накрыли стол, то есть, какую-то там картошку пожарили быстро, бортовой там, туда-сюда. А я говорю, где командир, а вот он. Ну, там идет какой-то такой товарищ, он даже, ну, у них одежда гражданская, как бы. Я говорю, вот вам, вот вам диск с моими песнями, у меня такая, хорошо, хорошо, там все, спасибо, Андрей Ильич. И дальше, я говорю, мне неудобно, я говорю, ну, там песни какие-то, наверное, слышали. Вот есть песня, я летчик, например, он, тут он остановился, повернулся на меня и сказал. Я летчик, у меня на звонке в телефоне, на всякий случай, это Амисимов написал. Что насыпался Илюха, и чебулетов и зарит, набивают снова брюхо, груз шваркают технари. Носят ящики солдаты из заката аквареля, только нам не до заката, рампа-тельфор, а парень. Рампа здесь не значит цена, палуба не значит флот, мы не взвенчиваем цены над писью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют экипажу не впервой, и Илью не испугают грузовик наш боевой. И нам вслёд уходит, и выселяет ротяга, турбин, грохочущий квартет поёт. Леди, ты ли, уже работяга, протяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут, полный борт гуманитарки там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне, не печалься, брат Ильюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиком бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой, где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. И нам вслёд уходит, увы, и выселяет ротяга, турбин, грохочущий квартет поёт. Летит Ильюша, работяга, протяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели на бурже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него феносипед. Распростёрли уже крылья, вместе с грузом нас несёт. Коридор ему открыли, значит, он людей спасёт. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой. И нам вслёд уходит ввысь яд ротяга. Турбин, грохочущий квартет, поёт. Летит Ильюша, работяга, протяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы поглясадят, и с зимы встречают борт. Завернут нас и посадят в незнакомый жаркий борт. Местные не пьют под лужи, все претели как один. От души нальют Ильюша самый вкусный керосин. Командир на борт вернётся, весь тепловую принесёт. Наш Ильюша улыбнётся нижним блестям. Блеснёт. Нам наградой не медали, а скорее путь домой. Рутых снова в максимале, грузовик наш боевой. Ильюша улыбнётся, весь тепловой нам слюд. Уходит, увы, сельятор, протяга, турбин, грохочущий квартет, поёт. Дит Ильюша, работяга, работяга, да, аж транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Спасибо. И, наверное, песни вызывают совершенно неожиданные и ассоциации, и события. Я, может быть, там ещё сегодня расскажу. Ну, или сейчас расскажу, не помню. Не помню, не знаю, буду я петь там борт 05 или нет, но однажды ко мне подошла женщина в Геленджике на авиасалуне и говорит, спасибо вам за песню про метеорологов. И говорит, сразу думаю, ну что ж такое, где у меня вроде не было. Говорит, ну как же, вот, бураном борт прижат к земле, там есть же фраза такая, метеорологи в серьёзном обещании мне врут. Ну ладно. Но, честно говоря, у меня очень большую тревогу вызвало недавно одно сообщение в интернете. Пишут там многие, в том числе и дети. И приходят, смотрят к какой-то девочке. А вот, а как найти-то керосин? Ну, типа того же. Я начинаю там полемизировать, где его действительно искать и зачем. А потом выясняется, оказывается, так, дядя Коля, вы же спели вкусный, самый вкусный керосин. И я там, в общем, занервничал. Поэтому, как говорят, мы всегда в ответе за всё, за свои слова. Но, наверное, совершенно не ожидаешь, к чему это может привести. Вот. Тут уже так, что родители, смотрите за своими детьми, если я слушаю, это они мои песни. Вот в зале есть очень мои близкие, замечательные друзья. И я, я одного уже представлял, это герой России Сережи Маспов. Сережа, извини меня. Сергей Владимирович Маспов. И заслуженный вечер, госпитатель. Вот он там в дальнем углу припрятался. Человек, которого на максах всегда видит, когда этот красный як-130-й, вот свои такие сумасшедшие вещи, как с красными, я тебе дымами. И в прошлом году кучу рекордов он на этом самолете поставил. Андрей Воропаев. Ребят, для вас. В небесную обитель мы приводим их, как в сады детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, они попуты школьных классов. Они же как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнут их, перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жить, как будто плавный приз. И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, Но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и солнце, и туча, Хромантики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Молдарство за небом мы точно скажем. Летает на всём, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живём, как в масле сыр. Читают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. Иди, не словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелёк, Когда останется родным на память шлемов и орденок. И в новостях лишь пара, просто таких холодных и не сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать не хочем, Но, во-первых, они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Молдарство за небом мы точно скажем. Летаем на всём, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По краю расставления ходим, вот ещё в тот край дойти, Чтоб не было сомнений и востреба мог сказать. Лети! Любимому ребенку, что за годы научил жить, И в лебеде утенка смог, как в сказке, превратить. А после детей новые, которые силеней и умней, Стравтивные, рисковые, и недавно для нас родней. И снова непослушных глаз перед уроками прийти, Они испытывают нас, а мы испытываем от них. Мы в небе летать и работать и хочем, Но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, но солнце и туча, Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Молдарство за небом мы точно скажем. Летаем на всём, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Летаем на всём, что летать пойти не может. Летаем на всём, что летать пойти не может. Как раз да, салфеток у меня не хватает. Извините. Смотри, ты вот просто угадал сразу. Спасибо. То, что было в плане, я называю в полетном листе. Есть ещё такие просьбы гражданских песен, как я даю. Я говорил сегодня с организатором, я говорю, только военные сегодня песни пою. С другой стороны, куда мы без... Ну ладно, да, следующая песня, она... Я сегодня опять же в интервью говорил, что мне за неё не стыдно. Ну, может быть, вообще нет песен, за которые стыдно. Просто есть, которые... Ну, написаны как-то вот, написаны. Есть те, которые, ну, вроде бы, гудались. Есть несколько песен, которые, я считаю, ну, они получились. Они как дети, за которых действительно не стыдно. А там сказано то, что я хотел сказать. Вот среди них имена, эта песня. Я вернулся. Весь на беды до отказа. Я принёс их всех на пазлы, всех и сразу. Хоть мне трудно, но в высотах Взял я всех живых трёхсотых Трёхсотых Я их принял под завязку В окровавленных повязках Дальше сказано Что движок не захлебнулся Что я чудом о вернулся Я вернулся Знай, судьба моя такая Тридцать лет в горах летая Я устал Наверно, это моя осень Не участвую в парадах Что мне думать о наградах На пределе на износ Я вернулся Кто скомандовал мне больно Нахватал я больно, довольно Ох, как больно Справа в листер мне разбили Провока хоть не убили Сцепили Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко А мы в рубашках С ним, наверное, родились Потому что не разбились Воспратились Знать, судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя осень Для меня за части ищут Жалко будет, если спишут Я ведь старый на износ Я вернулся А соло не доследили Пятна бурые застыли Шлангом смыли Где-то в полночь я проснулся Капитан ко мне вернулся Затянулся К борту мне ладонь прижала И ладонь его дрожала Так устала Говорил, что все в порядке Кладил мне в госоплатки И заплакал Вот судьба моя какая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно, это моя осень Хоть тяжелая работа Но все равно летать охота Пусть по войнам меня носит Я не возник Я и восемь Я и восемь Тут можно говорить бесконечно Можно ничего не говорить Вертолетчики И не только вертолетчики Понимают, что это за машина Это великая машина Опять же, я вам повторюсь Жалко, что сегодня Надежда Бехална Мир Так гораздо раньше пришла Тот аппарат, который Уже более 55 лет Работает в небе всего мира Более там 60 стран Рекордсмен по числу Выпущенных двигательных машин Более 12 тысяч И продолжает И вот Сергей Владимирович Мостов говорит, что еще 50 лет Это будет модернизироваться И летать И Я уж секрет расскажу Что ты летал в Америку Ну реально Вот Американский Пентагон Считает, что ничего В Афганистане Не может летать нормальнее Чем наши вертолеты Ми-8 И они их закупили Вот В начале 40 машин Конгресс был против Как это так А военные говорят А что делать Эти попятые Советские машины Там в Афганистане Еще была одна история Я потом спою эту песню Известнейший на весь мир снимок Когда Ми-26 Несет На внешней подвеске Сиар-47 Чанук американский Это тоже Ничего не могли не сделать Куда опять же Без Советов Без России Они называют Советы Вот Следующая песня Я вот что-то Посматриваю направо Я вообще Ну Люблю или не люблю Я считаю это Важным Обозначать Или все-таки Представлять Тех, кто Приходит на концерты Я всегда говорю Что я очень рад Вас всех видеть Я многих знаю Многих Более чем знаю И жду всегда Мне очень приятно Вот С сыном прилетел Сегодня из Питера Женя Холоднев Он сейчас летает В авиакомпании Россия А когда-то Вот Из-за него Написана Следующая песня Ну в том числе Благодаря ему Ты уж меня извини Он был замом командира Авиационной базы В Перми Прославленного полка Который когда-то Участвовал В тех событиях Когда Дорогой товарищ Пауэрс Летел на Свердловск 1 мая 60-го года Вот сегодня Они работают На самолетах МиГ-31 И именно вот он Меня первый Там водил По этим стоянкам И показывал самолеты На которых он работал В то время Вот Ну и где-то Вот оттуда Эта песня и появилась Две ленок смелы На сегодня в плане И настоянка Жгут нас корабли Заря разлилась А выкраской В пятом океане Со штурмоном Отчалим от земли Рев двух сердец Двух пламенных моторов Нас граждане За грохот упрекнут Но кто-то в небе Нас проводит Восхищенным взором Отреду ходит С громом На маршрут Кругом Волшебных облаков Убранство Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство С щитом С щитом Бескрайней Путничной С грани Под крыльями Поплескивают реки И небо По маршруту Как проспект На земле Нас ждать Остались Вылки Чики И значит На чеку Боекомплект Ракеты Мирно Дрявлют На пилонах И верят Что не будут С ветерком Отчаянно Носиться На различных Пашелонах В погоне За каким-нибудь Врагом Кругом Волшебных Голоков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Мультфильичной Страны По облакам Коробль Как по волнам Хоть сорок Тона Словно Налегкие Если что Мы можем При желании На волнам Увидеть Звезды Днем На потолоке Ну а пока Увидеть Мы Илюшу В просторе Океана Голубом Кораблик Наш Воздушный Он ведь Тоже хочет Кушать Он пьет Наши Нервы Узелком Кругом Волшебных Облаков Братство Наш дом На все Четыре Страны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Мультфильичной Страны Как в гавань Корабли Идем Снижать Отряд Вернуться Самолеты Вряд И пусть Нельзя Мы Пурим На стоянке Улыбаясь Пока машины Техники Чехлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет Звенящей Тишины Дай бог Нам уходить В полет По плановой Таблице Когда по плану Значит без войны Кругом Волшебных Облаков Братство Наш дом На все Четыре Страны Вдвоем Мы Патрулируем Пространство Щитом Великой И родной Страны И родной З vors Моя Надь Центр Злодой Патруль Звучит Спасибо Спасибо bird Спасибо Вот пою размышляю там вком-то виде на тем что пою И вот сейчас пел, вот когда про дозаправку там от Илюши, сегодня звонят мне где-то с трех утра, значит, потому что на Дальнем Востоке оно рано начинается, по нашим меркам утро, а их уже распирает, им все хочется поздравить. Начинается Камчатка, Сахалин, потом и все пошло сюда, Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, потом Благовещенск, и понимаешь, что людям это приятно поздравить, но не спать хочется, но звонят, ладно. А потом уже в течение дня все вообще превращается в какой-то лавинообразный процесс, и вот звонил очень близкий мне друг, уже здесь я чековался, значит, посмотрю Станислав Львович Дремов, это соло-пилот пилотажной группы «Русь» из Вязьмы на Л-39-х, но у него очень богатое прошлое армейское, он заканчивал службу на МиГ-21-х, он учил наших братьев всяких там из Африки на авиабазе «Кант» летать в небе, причем очень тяжело их учить, этих активно тоже, но, кстати, сейчас вот разговариваем о Рулько, который водит эту пилотажную группу, им повезло, ну, повезло, потому что за это деньги все-таки идут, они обучают африканских опять же летчиков, первоначальная подготовка на Л-39, я с ним разговариваю, ну как? Он говорит, слушай, я устаю просто, вот, летит этот негр в передней кабине, я говорю, шасси выпускает, а он мне, мне, говорит, уже под 60, у меня налета, он говорит, рано, я не в шасси выбыл, говорит, рано, ну, я к чему, вот, просто вот сегодня Дремов мне звонит, я говорю, ну, поздравляет, там, дря-дря-дря, очень приятно, я говорю, Станислав Львович, я тебя тоже, там, большой, и ты давай привет сыну, А сын летает на авиабазе Клюмск, на Су-30-х, на новейших, вот, и вот мне отец с гордостью говорит, а он вчера вот на ночные заправки летал, и вот это очень здорово, вот эта наследственность, и на той же авиабазе, когда я не выступал, ну, у меня там командование, как близкие друзья, но вот опять же, я вижу, сын моего знакомого, приятеля, с которым я в одной кабине летал на пилотаж, я не гожусь, И там же летает сын знаменитого летчика-испытателя, который, к сожалению, погиб герой России посмертно, Александр Кружалин, его сын там летает, вот эта вот наследственность, опять же, ну, приятно мне было услышать от Андрея Алексеева, что сегодня они перетащили к себе в Кубинку Игоря Ткаченко-младшего, и он будет летать, уже летает в пилотажной группе «Русские витязи», Хотя Липецкие были крайне против, они умудрились к себе его вернуть, ну, не вернуть, а перевезти, и, в общем, это здорово, это два брата, значит, Карабасовых с такой фамилией, Сережа Кузнецов помнит их, такие высоченные сыновья, к сожалению, опять же, погибшего Георгия Карабасова, который с Харчевским прославился в свое время, когда они парой в Америке в 90-е годы на Су-27-х условно завалили всех американцев, вот они на Ф-15-х, и те потом, ну, американцы подозревали, что что-то будет не так с этими русскими, они говорят, а давайте мы этот воздушные бои проведем там, в Кераном, они ушли туда, чтобы никто не видел, ну, когда вернулись, они... Ну, понятно, что там было, вот, ладно, что-то я люблю поговорить. Сергей Викторович, это про вашу Родину. Я родным аэрофлотом, словно глупость, как в Дону, серебристым самолетом, тридцать планет и обогнут. Между закатом и рассветом придет и два, и два, время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Вот сменю большой на малый, сам себе теперь пилот, пусть с дороги я усталый, только хочется полет. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой, я по жизни все болтаюсь между небом и землей. Я кружу над сахалином, я прожу по облакам, снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется бедведям флаг над островом поменять. Где-то рядом вся планета начинает новый день, красота на крае света, где слегка все намекреет. Здесь лягушка, как астрония, смотрит с горной вышины, и железная дорога очень странная из ширины. Крабы, рыбы и кальмары просят кучу важных дел. К нам спешат пивные бары, океаны надоело. Словно море, это небо, и я в полете им дышу. Без него мне, как без хлеба, я на землю не хочу. Я кружу над сахалином, я прожу по облакам, снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом поменять. В скалах-сопках, как в доспехах, остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чехов, который жанну очевидно, порой люди здесь в суровом крае не боятся лютых вьюг. И когда-то сахараев здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров, кто-то скажет, как острог. Он на глобусе полоской, всем укажет, где восток. Без него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю, здесь начало всей страны. Я кружу над сахалином, я прожу по облакам, снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Над южным хочется соседям часть земли себе огнять. Но не хочется медведям флаг над островом поменять. Я кружу над сахалином, я прожу по облакам, снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе огнять. Но не хочется медведям флаг над островом поменять. Я покопился, вспомнил эту историю, как я в прошлом году летал на Сахалину на фестиваль «Крылья Сахалина». Я, по-моему, рассказывал здесь с гордостью, как меня вертолетчики авиации и МФД, впервые в моей жизни, мне пришлось с ними вот так повстречаться. На МИ-8 привезли на концерт, это было на бывшем японском аэродроме. Там очень большой фестиваль, там порядка 20-30, если там, ну, в газетах писали 50 тысяч человек, ну, не знаю, но, по крайней мере, несколько десятков тысяч было. И, ну, там, как в газетах писали, хедлайнеры концерта, ну, там, кроме сахалинских всяких групп, это, значит, группа «Чиш и Ко», «Найк Борзов» и «Николай Анисимов». Нормально. Вот. Или мы жили в одной гостинице, которая называлась почему-то «Гагарин», я не знаю, согласился бы Юрий Алексеевич, чтобы его именем называли отеля. Вот. И встречающая сторона, там была представлена в виде директора филармонии южно-сахалинской областной, очень такая силеобразная женщина, очень такая волевая. Я ей сказал, вам надо дивизией командовать минимум. Потому что она такая, вот. Завтра утром в 9 утра вы должны все выйти сюда, значит, и мы вас повезем на автобусе туда. А у меня уже информация от вертолетчиков, которые позвонили мне, потом приехали, сказали, мы вас туда завезем. Я говорю, знаете, я в 9 не выйду. Как это так? У меня в 9.30. Что у вас за 9.30? Вас никто ждать не будет. Я говорю, не надо меня ждать, у меня вертолет. Вы летите с губернатором? Кожемяка там сейчас губернатор, мы с ним знакомы, я еще по благовещенству. Я говорю, нет, нет, у меня свой вертолет. Ну, действительно, это было очень интересно. Я похвастался потом, вот Андрею Варапаеву, Андрей не даст соврать, он, конечно, потом меня так рассмешил. Я говорю, ты представляешь, говорю, я вот туда на вертолете полетел, а Чиж и Борзов, они-то в коробках на автобусе. Ну, что Андрей сказал? Говорит, кто про что писал? У тебя на вертолете должны были везти, а Борзова должны были на маленькой лошадке. И я уже в тему подумал, что, ну да, значит, тогда Чижа, Чигровкова и Сергея должны были везти на 38-м дополнительном, но венецов там нет, значит, тогда Урал Байкер Блюз, значит, на мотоцикле Урал. Это я все про Сахалин. Доберемся. Да, про вертолет, кстати. Я с чего начал, про Сахалин. Я вспомнил, там во время вот этого всего дела работал МИ-26 из Хабаровска. И, ну, там летал так, носил какие-то контейнеры военные. Мужики такие тоже подошли, там, а, спасибо там за песню, тра-ля-ля, а мы тут вот работаем для военно-воздушных сил, МЧС. Ну, просто здесь у военно-воздушных сил нету таких вертолетов, как мы. Вот, ну, да, про эту песню вертолет. Отставить. Про этот вертолет это петь. Помню тот солдатик на погрузке. Обозвал корову. Вот бежон. Все шутил. Внутри был, как в кутовске. Что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом Кружат мои восемь лопастей. А под небе сердца, где галопом Скачуты двадцать тысяч лошадей. Это мчатся по небу галопом. Двадцать тысяч ледных лошадей. Я ношу в себе живую силу, Как в час пик автобус. Я набит. Где меня уж только не носило. Блистер помуднел, и бог болит. Но, когда без дела я пукую, Грустно свесив в восемь лопастей. Весь топун скучает и тоскует Двадцать тысяч ледных лошадей. Рвутся в небо на земле, Тоскуя двадцать тысяч ледных лошадей. Странное менял, пахал, как трактор, И в режимах чрезвычайных жил. Засыпал взбесившийся реактор, И пожары сотнями тушил. Штатовский чинок в горах однажды Ввысь подняли восемь лопастей. Если что, поднимут Боинг даже Двадцать тысяч ледных лошадей. Если надо и не то, Покажут двадцать тысяч ледных лошадей. В небе с экипажем дней и ночи На работе некогда грустить. В левой чашке пилотяга лётчик, Мы с ним вместе, нас не разделить. И окружность в небесах сияет, Что рисует гуси на лопастей. Как в упряжке мой пилот сжимает Двадцать тысяч ледных лошадей. Несно держит ручки, погоняет. Двадцать тысяч ледных лошадей. А того бойца я встретил снова, Я его запомнил, как летел. Тот, что про меня сказал корова, Вот пацан, повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила. Слава Богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, Божию коровкой обозвал. Пожар дал спасибо на носилках И коровкой Божией назвал. Божья коровка, полете на небо, Там твои детки кушают конфетки. Бор 05, добру мы взовет, Небо снова нас зовет, И бетонку сбоку макостит. Набираем эшелон Не плевать нам на цехлон Но впоют моторы скорой мотив Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах Все дожди оставив под собой Работим и опять И трудяга борт 0 и 5 Четко держит главный курс домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум прител Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас в семье ждут Да мы же сами, как семья Мы экипаж Снизу морем облака Пять семьсот и мы пока Крепкий чай, в который раз попьем Все мы здесь как за рулем Что погребче все потом На земле посудки мы нальем Командир на руку сбор Наплевал на коридор До ворот прокладка вся долой Пусть земля за брусы шлет Порт-традист всех это шьет Нам быстрее надо, мы домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурмом нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас в семье ждут А мы же сами, как семья, мы экипаж Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Наш налет, командир прочтет свой детектив И спокойны мы вполне, мы уже не на войне Жень ее для нас пока что стих Пусть приходится летать, те места куда послать Даже и по маме не пошлют Нам уже не привыкать, в оперзоловку играть Знал бы прикуп, знал бы маршрут Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть вечный ветер засвистел, погодный минимум предел Но не проложат штурманам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут, нам на земле нас в семье ждут Хоть мы и сами как семья, мы экипаж Хоть мы и сами как семья, мы экипаж Экипаж АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо А вот Александр мне позвонил, говорит Ты знаешь, я тут играл в одном заведении И подошли люди, а он с этим инструментом говорит А горячей прилетели Споете? Спеет сказать Тоже извини, что я военные тайны рассказываю Но это для меня дорогого стоит Все же улыбнусь Пусть на свете все не совершенно Волон висус К нам приходит крат Переменно хочется летать Вроде небо рядом и открыто Но летала только Маргарита Хмурый горизонт Как рубин краснеет на закате Раскрывает сон Над землей ночь Как надзиратель день закончил круг Я уснул по-глубому мечтаю Мне приснилось вдруг, что я летаю Я летал во сне На землю, где я только не был Словно повесь снег Был на синем и бездонным небо Крепко обнимал И носил у меня веселый ветер А с земли во след смеялись Дети Так вот и живем Ходим по земле Во сне летаем Мы во сне летаем Где-то банк сорвем А потом удачу пробиваем И мы чудес не ждем Не волнует нас Среди блаженства То, что мир далек от совершенства Ходим по земле Вверх закон Ньютона Не пускай Бунт на корабле Черный флаг на мачте Поднимает небеса во мгле Так легко друг друга убиваем Полетаем Лишь во сне летаем Я летал во сне На землю, где я только не был Словно повесь снег Был на синем и бездонным небо Крепко обнимал И носил у меня веселый ветер А с земли во след смеялись Дети Крылья за спиной Только лишь у ангелов Бывает Я ведь не святой Мне не крылья Руки Обрывают Мне бы улететь В крови Постоянно Солнце светит Только где же он есть На этом свете Я летал во сне На землях, где я только не был Словно повесь снег Было синим и бездонным небо Крепко обнимал И носил у меня веселый ветер А с земли во след смеялись Дети Я летал во сне Я иногда вот размышляю На эту тему говорю У летчиков большой налет У разных Там вертолетчиков Один истребитель Другой Транспортник Большой Еще больше удальников Самый большой Налет во сне Но следующая песня такая Тяжело ее без картинки Это петь Но если когда-то Вы так вот Не поленитесь В интернет Заберетесь И наберете там Войну мультиков Там будет Замечательная Замечательная вещь Которую я допустим Без смеха Не могу смотреть Причем ее можно смотреть Не 10 Не 15 минут А час Там что-то обнаруживаешь Начинаешь смеяться Я всегда говорил Что во-первых Персонажи наших Замечательных Советских мультфильмов И русских Старинных сказок Их можно привязать К всем родам Военно-воздушных сил Ну а то что уже Что они могут сделать С противником Мы знаем В 39-м летном царстве По тревоге Всем подъем С исключительным Коварством Перелетели к нам С мечом Но мы помним Поговорку Что в итоге Этот меч Может в ходе Все на сборки Неприятностей Повлечь Супостату Что-то сплечь Мультиледи Джентльмены К нам с агрессией Войной Супермены Спайдермены Монстры Симпсоны Толпой Покемоны Поголовно Весь деснеевский народ По команде Верлона Нам устроили налет Прилетел Пультяшный сбор Кот Матроскин Скроет цирки И обойму Все набьет Срочно шейную машинку Переделал Пулемет На себе Порвет Терняжку И оденется В мундир Гровно ревнет Всем мультяшкам Что отправит На гарнир А еще Башкосики Двое Из морца Доложат Видит цель Наш радар Эскадрия Бабок-ежик Полетает На удар Бабки Лопят Без осечек Всех Бультяшек В прах И бог Их наводит Наш разведчик Он под шариком Опух Дучка В небе Винни-По Рота Шреков Наступает Сними Ницель Заодно И Навстречу Вылетает Грозных Карлсонов Звеной Дядя Федор Снайпер Летчик Бомбы Кучно Положил Это Авианаводчик Цели Точно Подсветил Это Гена Крокодил Одобьем Мы все Набиги Голливудовских Утят Смей Горыны Через стратеги На задание Летят Не успеют Не ударят Скоростной Зеленый Джик Наш с фонариком Комарик От него Оставит Пшик Наш Комар Милый Комшик Горливудов Крокодилов Чебурашев Примет Говрит Самолет Что там Транспортникам Нашим Им Команду И в полет На борту Весь полпультяшный Самолет Ковер Летит Вниз Пойдет Десант Отважный Волк И заяц Впереди Суп Поздак Ну погоди В нашу сторону Ракета Дело Видимо Табак Толь Макдоналд Углос Это Толь Жадный Скрудж Макдак Водяное Мрачнее Тучи Жизнь Житянка Вечно Пьян Рассвернет Корабль Летучий И направит На таран Прокричит Но Пасаран Их мультяшкам Заграничным Обломают Все мечи Нас нагнуть Проблематично Мы ведь Тертые Полочи Будет бит Дисней В итоге И отправлен На утиль Коль Погимут По тревоге В небо Наш Союз Мультфильм Мирный Наш Союз Мультфильм Сегодня Звонит Мой близкий Близкий Друг Сережа Осяйкин Командир Пилотажной Группы Стрижи Говорит А так Хотелось На концерт Они Сегодня Работают Ну Уже Это очень здорово Когда пилотажная группа На праздник Работает В авиационном городе Краснодар Каковым является Сегодня Готовит Всех Летчиков Практически Работает Остор marc Работает Вот там сидит Мой друг Наш Мы землю оттолкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами, спешим навстречу, будто дали слово, пусть метео нам тучи обещают. Оставим снизу все дожди и лужи, знанка туч всегда светла снаружи, нас небо солнцем как родных встречает, вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо ты земля прости нам, мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом, ведь росся каждый с ушкой или мигом. Икроглаз, наверное, с керосином, нам без небес, как без воды и хлеба, они сломались. Как нас не бросали, ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсирующих, там мирный гвейл сквозь дни и ночи, несет людей в анталию и сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк, выходим в небе тексты сочинений, фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное, им пока не до волнений, мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо ты, земля, прости нам, мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом, ведь сросся каждый с ушкой или мигом. Икроглаз, наверное, с керосином, нам без небес, как без воды и хлеба, мы не сломались, как нас не бросали, ведь было время крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле вычерчивая строим, местами землю с небом поменяем, но мир там не изменится, мы знаем, мы видим, как дворцы и санки строят. Нам не придется жить в таких хоромах, но честь свою мы в грязь не уронили, пусть те, кто снизу свой кусок схватили, зато у нас есть небо, а мы здесь дома, не будет нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо ты земля, прости нам, мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом, ведь сросся каждый с ушкой или мигом. Но и кровь у нас, наверное, с керосином, нам без небес, как без воды и хлеба. Они сломались, как нас не бросали, ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу, наш ромбик снова носится по небу. ТА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА... По небу ТА-ДА-ДА-ДА-ДА... Влюблённость в небо ты земля Прости нам, мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом Ведь сросся каждый сушкой или мигом И кровь у нас, наверное, с керосином Нам без небес, как без воды и хлеба Они сломались, как нас не бросали Ведь было время, крылья нам вязали Вновь наш ромбик носится по небу Наш ромбик снова носится по небу По небу Спасибо Ну, здесь от детей записки поступили И я просто, ну, обязан это сделать Мало того, в общем, я рад, что логопеды города Москвы Сказали, что мне надо поставить памятник за эту песню Это радует, хотя бы в таком виде Ну, попоете Прилетит друг волшебник в Гавруку Это летит и бесплатно покажет кино С днём рождения поздравить и, наверное, оставить мне подарок лицо Прогонский мор Начитался в детстве сказок Без родительских подсказок И я хотел летать, как Карлсон И виражить между крышей Да не предсказалась малость И легко во сне леталось Только мне здесь всё осталось Толстый карусанный малыш Эскимо на вертолёте Даже если сильно ждёте Не бывает, не дойдёте Сказка лучший мультик врёт Вряд ли вы меня поймёте Но хотелось жить в полёте И с детства вертолёте Прекратился вертолёт Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Даля мы весям, облака винтами месим, Как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, В небе жизнь совсем другая, Пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, Сжав ладошкою шаг газ. Торты, таски, му, конфеты, Все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, Раздаем тут, там, тут, тут. И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Р-р-р-р-р- вертолетик. Р-р-р- R-р-р- вертолетик. Р-р-р-р- вертолетик. Э-э, вертолет Как мальчишек лохишек с книжки Нехорошие мальчишки Достаю порою слишком Вспоминаю чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят Игрушку вертолетик поломать не отдам И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь Из-за неба я хватаюсь, каждой лопастью держусь Нам домой вернуться нужно, свертать и калмом и дружно Подогнем свой танец, кружим, он герой, я им горжусь Вертолетик Вертолетик Мы в жизни с ним летаем, вырчаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем, поменялись только мест Вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник Чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете, не отложит по работе И заботясь о пилоте, в детство он меня возьмет Даст пламид, кино покажет, сказку на ночи мне расскажет И подарит может даже свой мультяшный вертолет Запускаем 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 Серёжа, а где Варя? А, вижу! Ёлки-палки! Я думаю, кому я пою-то, ёлки-палки? Этот ребёнок просил. Варя, спасибо, я вижу тебя, молодец. Я Лёнчик. Варя, спасибо, молодец, колокольчик, даже забывали кто-то порой. Я Лёнчик. Без звука турбин на земле лучше звука, а мой самолёт — это мой верный друг. Я Лёнчик. Мне хочется в небе бездомным летать, за это готов я полжизни отдать. Я Лёнчик. Ни черта не было, я душу продал. Мне кажется, я до рождения летал. Я Лёнчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, в корпус делаю бочку. Я Лёнчик. Узкая перегрузка придавит стерплю, но небо родное придать я вовек не поспею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я Лёнчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько ж. Я Лёнчик. Комбез весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я Лёнчик. Под крыльями смерть, в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я Лёнчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я Лёнчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. И я там в облаках нарисую петлю вираж, заверну, корку сделаю, бочку. Я Лёнчик. Пускай перегрузка придавит стерплю, но небо родное придать я вовек не поспею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я Лёнчик. По нити глисса, да иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землёй. Я Лёнчик. Квартиры свои у меня просто нет. Общага мой дома, общий душ, туалет. Я Лёнчик. И снится мне каждую ночь напролёт, что топливо есть, и поднялся на лёд. Я Лёнчик. К землю меня часто хотят привязать, но лётчик обязан, он должен летать. Я Лёнчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю вираж, заверну в горку, сделаю бочку. Я Лёнчик. Пускай перегрузка предает стеблю, но небо родное предать я во век не посмею. И зимы я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Но только когда не по ней, а на дне. Я Лёнчик. Спасибо. Я всегда говорю с каждой песней, каждый раз какие-то новые истории возникают. Для меня это важно. Я три недели назад, как и четыре года назад, у меня второй такой был, ну или не эксперимент, а что-то, я выступал в Центре управления полётами в Королёве и пел песни «Туда», пальцем пока «Туда», на МКС. Это, ну, вроде там четыре песни, но я считаю, это концерт. Просто время очень ограничено условиями радиовидимости. Там летает мой друг Олег Новинский, герой России. Родом из Беларуси, ну, он российский космонавт, естественно. И вот я, ну, лётчика оттуда там, значит, я пою, он там подпевает. Он очень сложно, там очень разница получается. То есть я пою, там, через пять секунд это на экране только возникает. И вот на этой фразе сделаю горку, бочку, и вот он там в невесомости. На 360 градусов вокруг своей оси, ну, все рухнули в цепелке. Ну, такой юморный очень человек. Насколько такой здоровый юмор, когда мы его просили показать отсеки на МКС. Он там плавает, и просто так получилось, что связь пропала. Он нас видел и слышал, а мы его только видели. Ну, мы поняли, это его однокашники были, там, по Борису Глебскому училищу. И он, ну, начал жестами нам все это показывать. Он говорит, проплывает там, там отсек показывает. И пуансы, вон. И ладно. Дальше, значит, проплывает там какой-то человек такой на беговой дорожке горизонтально. Ну, потому что там же у них нету, там, вверх, внизу, там, чук-чук-чук-чук-чук. Ну, короче, мы догадались, что это американцы. Но самое потрясающее было, как раз летит дальше, как притормозил, посмотрел, показал пальцем. Ну, вообще, ложное толкование исключено. Ну, понятно, немцы. Ну, вот. Ну, мы уже так потихонечку к завершению движемся. Я все-таки еще раз хочу вот туда, в камеру, передать большие приветы всем, кто сейчас смотрит этот концерт. Я знаю, что смотрят от Дальнего Востока и даже там на Германию. Ребята, спасибо вам большое. С Днем Советской Армии, военно-мостоков. Вот они только вас, а здесь всех, кто здесь сидит. Они вас слышат, да. Огромный привет моим-моим одним самым близким в Минск. Вот. И... Сегодня все об авиаторах. Я, конечно, в шутку всегда говорю, когда спрашивают, что, что, что нужно сделать, чтобы вот так получалось. Я говорю, все очень просто, нужно только научиться летать. Это очень просто. Это в кавычках. Те, кто здесь сидят в зале, из тех, кто занимается и занимался этой работой, я перед ними всегда снимаю шляпу. Как-то у меня в интервью спросили, говорит, а вы не чувствуете там свою звездность? Я говорю, знаете, говорю, звезды те, про кого я пишу. Вот. Потому что это действительно уникальная, замечательная профессия. Это... Ребята, это вам аплодисменты. Летчики, я скажу, что это вам. Авиация нашей страны всегда на роль гордился. Первые герои Советского Союза — это летчики, которые спасали очелюстницы. Это люди, ну, действительно, которыми всегда мы гордились. И не то, что надеюсь, а знаю, верю, что мы ими будем гордиться. А то, что всего лишь научиться летать, ну, да, надо научиться. Хочешь, хочешь научить тебе летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей спять. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь. И, коснувшись звезд от счастья петь, главное — идти. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь. Знаешь, небо можно обнимать, главное — летать. В звезды и вышине, время не во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ. Формулы поправ, сети разорвав, Исключением из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь, небесами обменить. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить. Летать и успеть, успеть. Веришь? Типор Chamber Of Fair Если верить, сбудется мечта. Веришь? Лучшая команда от винта сумеешь. Два на пол умножишь выйдет пять. Веришь? Ввысь несложно улетать. Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу, сверху Пылью обернется главная мечта и крылья Не дадут любовь твою убить, знаешь Это небо можно бить, главное любить Ветел звездно и выше герб, прядь во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, сети разорвав Исключением из правил улететь Шумом ветерка где-то в облаках Умываясь небесами, опьянить Чтоб ходить, мечтать, чтоб любить Летать и успеть Хочешь, хочешь научить тебя летать Ребята, дорогие мои, дорогие друзья Я еще раз всех поздравляю с этим замечательным праздником С Днем Защитника Отечества С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота Всегда заканчиваю концерт очень военной песней Но с пожеланием самым мирным Дай Бог нам всем мирного неба Не хватает его, к сожалению Сегодня мир, к сожалению, опять же наступает На те же грабли Я желаю летчикам, чтобы они смотрели в прицельную марку Только на мишени на полигонах Чтобы ребятки, которых оружие в руках Свои прицелы смотрели, опять же, только на целях, которые учебные Дай Бог нам мира Как обычно, вы лет срочные Знать прижали о наших точно Мы летаем темно-ночно На свой вечный риск и страх На нашу планшетную метку Там в квадрате словно в клетке Задыхается разведка В этих чертовых карерах Нам поставлена задача Вот еще бы нам удачи Мы торопимся иначе Там полежит целый взвод Запускают спецгазовки Техник в старинкой спецовке Хлопнет борт по законцовке Два грача и тот на бурзеля Мы не смотрим на пейзажи Надо быть всегда на страже Среди гор и скал вираж Мэри, браток, не отставай Выхожу из-за пригорка Осмотрелся на горке Ничего себе на сборке Но не думай, не зевай Эй, не судя, жизнь пехота Начинается работа Справа 30 пулеметные Мне земля выберет до ворот Бросаю в побы И на выводе не слабо Словно я попал Хабы заволтала самолет Торсера, как паутина Паневрирую активно Живописная картина Как собрасывок врачи Прилетели мы ручами Сокольком нас здесь встречаем Вновь земля не отвечает Ну, разве ядка не молчи? Я крючусь и пулыркаюсь Сотый раз я замикаюсь По прилету уволняюсь Чтоб не я двухсотых груз Нахрена пошел я в качу Вот Ульяновск Все иначе было бы там Машина, дача И водил барбуз Грач, видняга, изувечен Я за ты, ты, матвечу И несутся мне навстречу ярко Красные шары Чудеса еще бывают Я живой, хоть попадаю Под глаза мне раскидает Нет спасения от шары Горячо, не просто жарко Отправляю из подарки Удержать по пробу марку Подсветован кипятком ВПУ, как пушка, танк Как рокот, выстрела, болтанка Я как пушка в концертной банке По которому рост Не попасть бы нынче в сводку Чтоб за нас не пили водку Я как луж на сковородке И все распады ваннбека Имитирую атаки Выходить по райсеране Ведь почти сухие барки И подрываны пока Мне похоже, как морозом Грачу стало крылом лосом Зачем весь об этом вопросом Самолет мой просто в хлам Но живая, но сильно дышит Слово делают кто-то свыше И в наушники я слышу Летоны, спасибо На обратном довернули Позади снаряды бурли Уравнение обернули Держат в воздухе врача Борт летит на частном слое А из нас за капли крови Знать в санчасти На здоровье Получаю от врача Дальний, ближний Вот и бетонка Парашют нахлопнет звонко За рулю уйду в сторонку И меня не тормошить Где-то боль Но это где-то А вокруг Такое лето Техник даст мне сигарету Будем жить Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Будем жить С праздником, дорогие Обязательно мирного неба всем нам Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ